Всем привет! Начинается новый день и время-время продолжать тренировки. Сейчас расскажу, какие открытия я сделал после первой пробежки с этими замечательными часами. А пока перемещаемся на футбольный стадион. Собственно, здесь есть замечательный абсолютно турник с брусьями, что, как оказалось, тоже достаточно большая редкость. Именно турник. В Грузии тоже турников не так много. А чем еще крутость этого стадиона? Здесь находится раздевалка, там есть туалет, кран с питьевой водой. Вот там находится тренерская. И здесь регулярно занимаются ребята футболом. Причем я познакомился с одним из тренеров, и он рассказал, как тут все устроено. Футбол здесь любят. Практически в каждом дворе есть стадионы, площадки. Дети активно играют в футбол, то есть это прямо национальная тема. И родители отдают детей в футбольные секции, и после этого самых успешных потом продают. Ну, тут надо правильно понять. Короче, их продают в всякие юношеские лиги и так далее, и так далее. И, в общем-то, тренеры делают на этом бизнес. То есть вот такая интересная модель. Ну, в общем-то, и она обычная. Но круто, что в Грузии это есть. И, собственно, футбол здесь пользуется популярностью. Еще раз скажу. Часто можно встретить, как ребята приходят, и тут вот на стадионе прямо начинают всякие беговые упражнения специальные делать. То есть видно, что это все на достаточно таком, ну, продвинутом уровне. То есть не... Ну, это все не ограничивается тем, что если я хочу круто играть в футбол, я буду выходить на поле и пинать мяч. Нет, конечно же нет. Потому что это гораздо более сложная история. То есть тут нужно делать много подводящих упражнений к этому. В частности, я вот наблюдал ребята, чего делали. Они выстраивались в ряд. Значит, ну, в два как бы ряда. И первый человек в ряду ложился на пол, на спину. И по свистку оба ряда, ну, лежащих ребят, должны были встать и добежать до точки. То есть тем самым они тренировали вот эту взрывную, ну, не силу, а способность, ну, быстро подняться и добежать. То есть это, ну, тоже важное качество в футболе, да, когда ты упал, да, и тебе надо быстро встать и побежать дальше. Вот, то есть я думаю, что таких подводящих упражнений будет очень много. И мы даже когда с тренером стояли, общались, мы прямо здесь вот стояли, разговаривали, и при этом ребята играли. И он прямо им какими-то специальными фразами, специальными какими-то свистками прямо давал указания, какой трюк сейчас делать. Они это делали. И, ну, я реально офигел. То есть я прямо увидел в этом... Ну, я очаровался, да, мне всегда нравится, когда что-то делается на высоком уровне. И неважно что. К футболу я достаточно холодно отношусь. Хотя в детстве обожал это дело, прям фанател. Был лучшим вратарем у нас на даче. Ну вот, но, короче, сейчас что-то прямо нет. Прямо нет. Вот, несмотря на это, я прямо был очарован тем, как уровнем, как бы, подхода к тренировкам. Тем не менее, точно, я точно скажу, что можно все улучшать, стопудово. Но так или иначе, с футболом здесь очень хорошо. Собственно, что тут? Брусья, турник замечательные. Попозже потренируемся. А пока расскажу о своих впечатлениях вот после общения с этими ребятами, да, замечательными. Короче, если кратко, я понял, что я делаю все не так. Вот. И в чем это выражалось? Что я слишком интенсивно тренировался. И действительно, то есть, если во времена Штатов у меня еще, ну, был прямо прогресс, да, в марафонах, в полумарафонах. Ну, и в целом, то есть, я из раза в раз я замечал, что я начинаю бежать быстрее с сохранением того же уровня пульса. То сейчас в Грузии я, то есть, я не скажу, что я прямо часто бегаю, да, то есть, ну, вот, объективно получается 2-3 раза в неделю. Но я всегда бегал сразу в большой объем, типа, ну, бежать так бежать сразу, да, там на всю эту, на всю, как это, колоду. И, значит, к чему это приводило? Я, видимо, перетренировывался, потому что прошлая тренировка, да, которую как раз вот мы с вами совершили, я посмотрел анализ по часам, да, а часы, они проверяли что? Они проверяли мой средний пульс, сопоставляли это все с моей скоростью, с профилем высот, по которым я бежал, и с насыщением крови кислородом. Вот, и они сказали, грубо говоря, по концу тренировки, да не грубо говоря, а фактически, что эффективность тренировки была очень низкая. То есть, по сути дела, я как бы себя просто изматывал, да, здесь важно сказать, что это не всегда плохо, да, себя изматывать. Есть определенные тренировки, которые, как раз-таки, в которых ты находишься вот на пике своих, ну, на предельном уровне, да, и ты тем самым тренируешь там определенные, там, лактатные пороги и так далее, и так далее. Но, конкретно в моем случае, да, я себя просто изматывал, и эффективность таких тренировок была невысокая. Собственно, это свидетельствует мой прогресс за вот эти вот, сколько я тут бегаю, ну, месяца два точно бегаю. Прогресса, как бы, как будто бы не особо-то и много. Вот, поэтому, что я сделал? Значит, первое, я подписался, у Гармина есть замечательные программы тренировочные, точнее, насколько они замечательные. Это мы с вами, нам предстоит это все проверить. Короче, я поставил себе цель, да, с помощью их приложения. Значит, что хочу пробежать полумарафон с таким-то темпом, да. Темп я поставил за час сорок восемь. Почему час сорок восемь? Потому что мой лучший результат в Штатах был час сорок девять. Соответственно, хочу пробежать теперь лучше. Понимаю, что это сложная задача в этом году это сделать. Ну, потому что сейчас у меня результат очень далекий от вот этого, от целевого. Но, тем не менее, да, важно, да, к чему-то идти и к чему-то стремиться. Значит, что после этого я сделал? Поставил цель и подобрал. Гармин предлагает там на выбор три плана. Ты выбираешь трех разных тренеров, по программе которых прописан определенный алгоритм, да, в который ты вводишь свои там данные, сколько ты сейчас бегаешь, как часто, сколько раз в неделю ты бегаешь, сколько, какой твой средний темп и так далее. Вот. И после этого на основании этих данных программа составляет тебе план тренировок. Соответственно, сегодня первый день. Сегодня тренировка, меня даже она как бы бесит, потому что она будет длиться девять минут. И она называется типа экспресс-тест или что-то такое. Короче, мне надо будет просто сначала разогреться, да, там пять. Пять минут, по-моему. Нет, две или три минуты. Потом пять минут будет бега. И после этого все, опять как бы заминка, да, там трехминутная. Вот. На основании этого Гармин построит мой профиль и поймет, какие нагрузки мне давать, чтобы я вышел, смог пробежать полумарафон в сентябре, в октябре. По-моему, 17 или 18. Короче, это будет суббота, середина месяца, середина октября. Почему так? Ну, потому что раньше как бы Гармин говорит, нет, слишком, ну, как бы, ты, конечно, можешь, но мы, ну, короче, не советуем тебе это делать. Вот, поэтому сегодня тренировочная история. Но мы на этом, конечно же, не остановимся. Как вы видели, я повесил туда черный ремешок, да, на турник. Что это такое? Это ТРХ, который я, да, взял с собой, потому что, ну, как бы без ТРХ вообще ни одно мое путешествие дольше недели, оно не обходится. Всегда беру его с собой. Сегодня поделаем упражнения. Немножко повыпендриваюсь. В чем я прокачался, так это в стойке на руках, в ходьбе на руках. Я думаю, что сегодня, ну, классные будут видосики. Итак, да, план какой? Естественно, 9 минут. Что это за тренировка, да, как бы? Поэтому я нашел еще в часах еще два теста. Первый тест – это HRV. Это так называемый стресс-тест, основанный на вариабельности сердечного ритма. То есть к чему пришли вообще исследователи, да, физиологи, ну, наверное, да, они так называются. Они пришли к тому, что не только частота пульса показывает уровень стресса, но также и вариабельность сердечного ритма. То есть насколько темп, насколько он постоянен. То есть насколько равные паузы между сокращениями сердца, то есть чем они равнее, тем вроде как наш организм в лучшем, как бы, состоянии, в более спокойном. Да, то есть это свидетельствует об отсутствии стресса. Это если очень просто. Поэтому, соответственно, вот этот тест, эти, короче, часы позволяют это делать. Единственное, что этот тест работает только вкупе с нагрудным датчиком, потому что он более точный. Кстати, насколько он более точный, мы в следующих выпусках обязательно еще протестируем. Короче, вот этот тест, его можно проводить, ну, то есть желательно проводить каждый день в определенное, в одно и то же время. Ну, чтобы отслеживать динамику, да, потому что понятное дело, что если сегодня мы измерили его утром, а завтра вечером, ну, то есть результат будет разный, его будет сложно сопоставить, потому что наше состояние с утра и вот наш тонус и вечером – это совершенно две разные истории, да. Поэтому тут важна регулярность в одно и то же время это все мерить, желательно перед тренировкой. И концепция в чем, что ты измеряешь вот этот вот вариабельность сердечного ритма, тебе алгоритм выдает, насколько ты готов, ну, именно к серьезной тренировке. То есть может оказаться так, что ты, ну, что-то, короче, подустал, да, и не стоит сейчас делать большую тренировку, да, стоит сделать такую восстановительную. Это первый момент. В этом плане есть очень прикольные датчики, называются ВУП. Это примерно то же самое, что и фитнес-часы, но ВУП, он выглядит как браслет, на нем нету никаких цифровых показателей, и он коннектится к телефону напрямую, вот, и он, в принципе, он то же самое замеряет, он как раз вариабельность сердечного ритма, но, помимо этого, он делает это постоянно. То есть у вас получается срез на протяжении всего, как бы, всего дня. Ну, вот, такая, как бы, заманчивая штука. Это я так, просто пока, для себя, что ли, еще раз, еще раз понял, что хочу. Там интересная модель, они работают по подписке, то есть ты, само устройство, как бы, бесплатно тебе, привозят, но оно начинает работать только тогда, когда ты подключаешь подписку. Насколько я знаю, там такая система. Вот, это, что касается вот этого стресс-теста. Следующая штука, которая здесь есть, тут тоже есть мониторинг круглосуточный, именно стрессоактивности. Сейчас расскажу. У этих часов, соответственно, есть вторая, вторая функция. Они мерят уровень стресса в течение всего дня, и после тренировки они оценивают уровень нагрузки, которую ты получил. Соответственно, после этого, что, о чем это говорит? После этого они четко простраивают график, в котором сказано, сколько часов тебе надо отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Кайф, кайф. Но это еще не все. Более того, они, помимо этого, отслеживают, соответственно, твое, как бы, состояние в течение дня. И если ты где-то начинаешь переусердствовать, например, я в один из дней, после той тренировки, он мне написал, надо 72 часа отдыхать. Я такой, ну окей, хорошо. И в один из дней я куда-то пошел, короче, сделал там порядка 17 тысяч шагов. И он мне написал, что твое время восстановления увеличилось, потому что слишком была высокая активность. Я такой, класс, ну прикольно же. Вот, а потом, а в другой день, я наоборот, я просто целый день просидел за компьютером, и они сказали, что время восстановления сократилось, потому что, собственно, ты молодец, ты хорошо, качественно отдыхаешь. Это что касается часов, то есть такие первые впечатления. Уже прям, блин, не терпится, не терпится заняться всем этим делом. Единственный момент снова, на что я отвлекался сейчас, подошел мужик и снова задал вопрос, ну как бы даже не вопрос, а такой дружеский совет, как он это назвал, по поводу футболки, такой говорит, надо носить. Типа, говорит, ну, и вот опять мысль, то есть фраза в чем была. Он говорит, я сам хочу раздеться, но мне типа неудобно, потому что другие посмотрят, и, собственно, ну логичный вопрос у меня возник. Ну, так это, ну то есть в ком проблема-то, что вам неудобно. Он говорит, меня так воспитывали. Я говорю, ну хорошо, вы допускаете, что разных людей по-разному воспитывают, и почему вы считаете, что ваше воспитание единственное правильное, и что вы считаете, ну не, он тактично, он сказал, я как бы тебе советую, но обрати внимание, что есть люди, которым это не нравится, да, то есть он не сказал, что тебе нельзя так ходить, то есть, ну как бы он не поставил себя единственным, как бы верным, да, то есть и правильным. Что можно сказать? Каждый, каждый, каждый такой конфликт, я еще раз говорю, да, что я, по сути дела, не то чтобы намеренно на это иду, да, мне, ну просто мне реально в кайфе находиться на солнце, загорать, да, а мне нравится, ну, когда загорелая кожа, это офигительно. Вот, просто я люблю солнце, и, ну, каждая пробежка на солнце, я возвращаюсь домой, я прям чувствую, что я прям напитался, напитался вот этим солнцем, вот этой, короче, офигительной штукой. Поэтому, ну, собственно, и каждый раз, да, ну, так или иначе, да, выходя на улицу, я думаю, так, интересно, сегодня будет какой-нибудь диалог или не будет. Ну вот, и каждый из таких диалогов для меня это, собственно, тоже тренировка, да, как и беговая тренировка, так же и тренировка, ну, так или иначе, это конфликт, да, то есть конфликт это не обязательно какая-то агрессия и так далее. Конфликт это в целом, когда у людей как бы есть, ну, там не совпадают их какие-то там точки зрения или хотелки, и вот надо как-то, ну, надо это все дело, ну, как-то решить, либо в свою пользу, либо чтобы был вин-вин, чтобы все ушли, да, из этой ситуации, ну, довольными. Ну вот, поэтому учусь, тренируюсь, сегодня новую фичу отработал, я понял, что в какой-то момент он начинает меня перебивать, да, то есть я отвечаю, он перебивает, я его остановил, сказал, что если вы меня не будете, ну, слушать то, что я говорю, я же вас внимательно слушаю, да, и не перебиваю, мы не сможем с вами продолжать диалог. Очень помогло, то есть он прямо, ну, выслушал, поэтому такие маленькие, это не победа, это, не, ну-ка, нет, то есть я имею в виду, что это не победа над человеком, да, это, типа, победа над собой, ну, даже не над собой, а над своими, ну, какими-то качествами, да, которые ты как раз тренируешь. Вот, это все прям, прям круто. Вот, единственное, да, справедливости ради надо сказать, что, возможно, в одном из видео вы увидите меня синяками, ну, как бы, это тоже определенная, определенная тренировка. И еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, я буду постоянно об этом говорить, что, возможно, меня будут смотреть те, кто не согласен с тем, что я говорю. Так, отвалились наушники. Короче, да, возможно, меня будут смотреть те, кто не согласен с тем, что я говорю. Ну, ключевая, ключевая моя позиция, да, в которой я прямо непреклонно уверен и убежден, что есть культурные традиции, окей, но пока эти культурные традиции не закреплены законодательно, да, пока нету статьи, да, вот конкретно, что в Грузии нельзя ходить с голым торсом. Типа, пока мы, ну, то есть пока кто-то не вызовет полицию, и она не приедет, и меня не оштрафует, или скажет, нет, смотри, вот, да, жители Грузии приняли вот постановление, что это считается, ну, что нельзя так ходить. Все, без вопросов. На государственном уровне, на уровне законов уважаю, принимаю, и, ну, как, собственно, турист, да, готов соблюдать законы. Ну, чем, собственно, и занимаюсь. Но когда объективно небольшая часть людей, у которых есть свои традиции и взгляды, хочет их навязать, насадить всем остальным, ну, я считаю, что нет. Нет, я уважаю их традиции и взгляды, но не готов ущемлять себя в чем-то ради того, чтобы, как бы, сделать им хорошо. При этом еще раз, еще раз, да, одно дело, когда ты вторгаешься в личную жизнь человека, тогда, собственно, ты нарушаешь его, как бы, границы личные, да, когда ко мне человек сам подходит на спортивной площадке и говорит о том, что, как бы, ну, типа, мне не нравится, как ты выглядишь, ну, это как бы, это очень странно, да, вот, поэтому такой, такой небольшой апдейт, то есть еще раз, еще раз, да, почему я так много времени этому уделяю, потому что, ну, мне будет неприятно, я, неприятно, если снова кто-то скажет, там, русские, короче, там, такие, 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 вот. Я в первую очередь хочу показать адекватность, да, и столько времени этому уделяю, чтобы вы услышали, поняли меня, хотя бы попытались понять, да, принимать, как бы, не факт, не факт, что вы это примете, да, но понять, почему я так мыслю, и встать на мое место, да, и посмотреть на ситуацию с моей стороны, что всем советую всегда делать, вот, многое изменится, вот, и еще раз, мне очень важно, да, ну, сохранить, что ли, лицо россиянина, да, то есть, там, вот эту штуку, потому что, ну, собственно, я сюда, сюда приехал, потому что, ну, короче, ладно, это пропустим, но, да, то есть, естественно, мне будет неприятно, если кто-то приедет в то место, где я живу, да, и будет там свои какие-то устраивать там порядки и прочее, прочее, вот, естественно, нет, поэтому, поэтому так, думаю, что мы еще к этому вопросу вернемся, потому что бегать мы будем много, на улицу уходить будем часто, соответственно, со всеми из этого вытекающими, ну, что, я думаю, что мы отлично разогрелись, более чем даже, а сейчас начнем тренировку, буду держать вас в курсе, погнали! Итак, две минуты разминки, интенсивная ходьба, либо легкий бег, ну, начнем с ходьбы, и теперь пять минут бегом. А, небольшое уточнение, человек, который ко мне подошел, он сказал, что 15 лет сидел в России, ну, вот, собственно, не знаю, можно ли какие-то выводы делать и как-то людей классифицировать, но не знаю, не знаю, просто поразмыслить. Так, часики пропикали пять минут и сказали, что my performance condition good, и теперь, ху, две минуты. А, нет, еще бежим. Пардон. Он сказал, что ты можешь еще продолжать минуту, две минуты бежать, или перейти на шаг, если ты хочешь. Конечно, бежать. К слову, performance condition good было у нижней границы, то есть я на границе, типа, видимо, между норм и хорошо, но уже забрались в зону зеленую. Это класс. А вот теперь, действительно, две минуты ходьбы, восстановления и ждем результатов. Так. Теперь он еще замеряет пульс на восстановление. Я еще до конца не разобрался, но, короче, после каждой интенсивной нагрузки он замеряет две минуты и меряет, ну, в общем-то, средний показатель пульса. Вот. На основании этого, соответственно, видимо, какие-то выводы тоже делаются. Пока еще не понял, но надо брать от этого девайса все, что он дает, вот, и постепенно изучать его фичи. Так, соответственно, наша тренировка загрузилась. Следующая тренировка должна быть в субботу. Это длинный будет, длинный забег. Почему так? Потому что приложение с самого начала спросило, по каким дням тебе удобнее всего делать длительные забеги. Я указал суббота. Соответственно, как раз сегодня четверг, в субботу будет длительная тренировка. Посмотрим, насколько длительная. Но, что еще прикольно, что после того, как я выполнил этот тест, он мне написал, какие упражнения надо сегодня еще сделать. Да, это, соответственно, вот результаты теста. Результат хороший. Вот. И я думаю, что сейчас посмотрю вот эти упражнения. И не факт, что их буду делать, но, короче, посмотрим. Всему свое время. Почему? Почему сказал, что не факт, что буду делать? Потому что, на самом деле, в этих часах есть еще один тест, который как раз занимает больше времени. И я все-таки... Да простят меня разработчики и умы Гармин. Я сейчас сделаю, наверное, еще этот тест выполню. Потому что... Блин, потому что... А когда еще? Потому что в субботу будет следующая тренировка. И там, как бы, опять этот тест... Ну, некогда будет делать и так далее. Лучше пройти сейчас все тесты. Тем более, этот первый. Это был настолько легкий, что, как бы... Ну, что мой организм готов к более серьезным тестам. Поэтому сейчас вникну в его детали, расскажу вам и приступим. Спасибо за субботу! Спасибо за субботу! Продолжение следует...